Здравствуйте, дорогие коллеги. Я тут не первый раз рассказываю, что Postgres Pro делает для образования. Вот мы всегда делаем многое. Я сейчас в этом кратком сообщении расскажу, что у нас нового. Почему вообще этим занимаемся? Потому что мы с самого начала создания компании, еще до всякого импортозамещения и прочее, мы сразу сказали, что у нас в компании есть не только бизнес-цель, но и общественная миссия. Такая миссия – это развитие нашей стране отрасли, так называемого СУБД-строения, то бишь разработки систем управления базами данных. А для этого, конечно, нужны грамотные люди, и поэтому мы, в общем-то, как только создали фирму, еще до того, как начали зарабатывать деньги, сразу начали их тратить на образовательные всякие проекты. И чем дальше, тем больше их становится. Напомню, что есть сейчас. Первое, с чего мы начали сразу в первые же месяцы нашей жизни, как компании, мы полностью перевели документацию постгресса на русский язык, и с тех пор поддерживаем ее в актуальном состоянии. Довольно трудоемко, поскольку объем примерно полторы тысячи страниц, если на печатную форму переводить. Но, тем не менее, это важно, это основа всех знаний о постгрессе, это его документация. Следующая вещь – это книжка-малышка, вот которая здесь, обложка которой приведена, первое знакомство с постгрессом. Она выходит у нас каждый год, мы раздаем ее бесплатно и в бумажном виде, и в электронном. Например, на конференции Highload мы раздали несколько сотен экземпляров этой книжки всем желающим совсем недавно. Также все желающие могут ее скачать на нашем сайте, там легко найти в разделе образования. Это такое введение в СУБД и в Postgres для тех, кто никогда ими раньше не пользовался, не знает, что это такое. Но с помощью этой книжечки можно освоить, установить, попробовать сделать простейшие вещи, может быть даже не очень простые. Учебные курсы, мы достаточно много их разработали, много раз читали эти курсы бесплатно в разных городах и весях. Но сами, поскольку мы эти курсы разрабатываем, мы их обязательно должны и прочитать для того, чтобы убедиться, что курс получился и как-то скорректировать его. Но в принципе мы отдаем их учебным центрам. Есть не менее шести на текущий момент учебных центров, которые сертифицированы на чтение этих курсов. Но это значит, что в учебных центрах есть преподаватели, которые сдали экзамен авторам курса и, соответственно, с точки зрения авторов курса этот курс знают. Мы начали пару лет назад проводить профессиональную сертификацию по курсам DBA. Люди, которые прошли курс где-то в учебном центре, могут прийти к нам, сдать экзамен и получить сертификат, что они на таком-то уровне владеют администрированием баз данных семейства Postgres. Мы выпустили два учебника и, соответственно, они на практике используются в форме учебных курсов. Один из них написал профессор из Питерской вышки и тогда Питерского университета Борис Осенович Новиков. Другой написал преподаватель из Красноярского университета СИБГАУ Евгений Павлович Маргунов. И по этим учебникам мы организовали преподавание курсов в ряде вузов, включая МГУ, два алтайских университета, вышку, мои, и Сибирский университет, где все изначально было. Ну и кроме того, эти учебники используются и в других вузах, потому что они хорошие и, в общем-то, аналогов у них практически нет. Мы выпускаем ежемесячный новостной дайджест Postgres, где рассказывается о том, что произошло в мире Postgres. И он появляется и на Хабре, в телеграм-канале своем. Но это не единственное, что появляется на Хабре. У нас там регулярно выходит порядка одной статьи в месяц содержательной, глубокой, есть вебинары и все прочее. В общем, видно, что довольно большая активность на этом поле у нас идет. Вот я раньше детально рассказывал про это, сейчас я просто напоминаю для тех, кто не слышал, забыл и так далее. И вот в прошлом году вышла новая книга. Но это не просто книга, потому что книг каждый год выходит много, а каждый день стал бы рассказывать. Эта книга сделана по мотивам серии статей на Хабре, там было больше 12 статей написано, о том, как устроен Postgres внутри. Эту книгу я рекомендую даже тем, кто вообще не разбирается в базах данных, потому что ее приятно читать. То есть ее можно читать вместо художественной литературы вечером. Настолько толковый там стиль изложения, настолько приятная русская письменная речь. Но и при этом, конечно, сам контент тоже очень качественный. Аналога этой книги нет в мире вообще нигде. Мы бы уже издали ее на английском, но что-то мешает. Но мы, тем не менее, переводим ее на английский, и так или иначе она будет доступна. Исходники этой книги у нас закрыты, но PDF, пожалуйста, добро пожаловать, приходите и загружайте. Ну или можно ее купить, она издана издательством ДМК и продается на сайте этого издательства, и в электронных книжных магазинах тоже есть. Это книга-события в постгрессовом мире, поскольку ничего подобного никто еще раньше не видел. Дальше мы видим более важную и интересную тему, потому что она касается не только мира постгресса. Вот. Существует такой проект гугловское лето-кода, Google Summer of Code, который вот уже в течение многих лет предоставлял стипендии студентам по всему миру за их вклад в свободные проекты. Устроено это примерно так, что есть три или четыре стороны. Ну и, значит, ну главная самая сторона это студент, который предлагает выполнить какую-то работу, какую-то сделать разработку. Например, разработать патч, который будет закомичен, например, в ядро Linux или в Postgres или куда-то еще. Вот. Есть менторы, которые готовы руководить студентами, которые, соответственно, знают, владеют какими-то проектами open source. Есть организации, которые этих менторов предоставляют. Вот. Есть Google, который дает деньги. Ну и вот этот проект достаточно популярен был, особенно в Индии, например, там очень много было участников, значит, даже на Фарерских островах были участники, но в России не так много. Я не знаю, сколько студентов было в прошлом году, но менторов от России было 45 человек примерно в прошлом году. Вот. И количество студентов в целом в мире, оно такого же порядка, что и количество менторов, может, чуть-чуть поменьше. Вот. Ну и два-три месяца у студента есть, поскольку это лето, считается, что летом студенту, у него есть свободное время, и вот он свободное время может заработать. Раньше давали 5000 долларов студентам, которые завершили свой проект удачно, потом ввели дифференциацию по странам несколько лет назад. Россию понизили, Шри-Ланке повысили. В общем, там как-то странно. Ну вот, значит, около 3000 долларов русский студент мог бы получить и в этом году, если бы Google не отказал России в участии в этой программе в этом году. Поэтому мы считаем, что лето Google в России не наступит, но надо что-то делать. Вот. Поэтому мы вместе с некоторыми дружественными компаниями, я сейчас пока не называю, потому что официального анонса еще не было, но это, в общем, должно, я надеюсь, до июня уже выйти официальный анонс, где будет и название этого проекта, и компания-участники, но там участники весьма именитые. То есть помимо нас там будет, как минимум, одна из наших ведущих интернет-компаний, может быть, даже две. Вот. Кто-то будет из банков, из разработчиков российского СПО. Там тоже будет. Вот. Мы немножко решили изменить и название, чтобы не привязывать это к лету, и условия с тем, чтобы студентам это было более, может быть, увлекательно, с тем, чтобы обеспечить какое-то базовое доверие студентов к этой новой программе. Вот. Мы же не Google, и пока еще не имеем такой популярности доверия по умолчанию. Вот. И я хочу сказать, что я призываю, собственно, тех, кто занимается разработкой СПО, принять здесь участие студентов в качестве студентов, менторов в качестве менторов. То есть любой разработчик может быть ментором и может быть, может руководить какой-то задачей студента. Для того, чтобы студенту участвовать здесь, он должен либо на сайте проекта найти себе задачу, которую он хочет решить, и предложить себя в качестве решателя этой задачи, или же он должен подать свое какое-то, свое предложение, что он хочет, какой патч он хочет разработать. Вот. И если кто-то из менторов заметит эту задачу, возьмет ее себе, захочет руководить этой задачей, то тогда студент принимается в программу, его проект будет вознагражден в случае, если он либо завершится успешным коммитом, либо не завершится, но ментор скажет, что задача выполнена. Дело в том, что никто же не может гарантировать коммитом во многие проекты, тем более до конца этой стипендиальной программы. Вот. Поэтому мы не можем в качестве формального критерия брать, что только проекты, которые завершились коммитом. В некоторых случаях коммит может занимать и месяцы, и годы после того, как на самом деле все разработано. Вот. Откуда деньги? Значит, на деньги скидываются компании-участники. Больше взять их пока неоткуда. Хотя, если программа пойдет хорошо, то мы не сомневаемся, что в будущие годы можно будет привлечь и кого-нибудь из наших грантодателей. Вот. Поэтому обращайте внимание, если кто хочет поучаствовать, то приходите, обращайтесь прямо ко мне. Следующая инициатива тоже, это школа системного программирования и компьютерных наук. Вот. Ну, школу в данном случае надо понимать, сразу скажу, как высшая школа. Вот. Но это, не надо воспринимать это как отдельный ВУЗ, потому что отдельный ВУЗ создать сложно, мы пока не беремся за такое. Хотя, может, это и было бы интересно. Вот. Мы планируем создать такую школу на базе ведущего ВУЗа, или, если с ВУЗом не удастся договориться, консорциум компаний. С ведущим ВУЗом сейчас ведутся переговоры. Опять же, поскольку они не завершены, я сейчас не говорю, что это за ВУЗ, но он в Москве, и он довольно большой. Вот. Вначале это будет дополнительное профессиональное образование для студентов этого ВУЗа. Но мы постараемся, чтобы это был, во-первых, кросс-факультетский проект внутри ВУЗа, и чтобы он был доступен для студентов из других ВУЗов. И мы надеемся, что если все будет развиваться, это дорастет до магистратуры полноценной. Вот. Понятно, что одна компания это не потянет, но у нас уже есть несколько компаний, которые готовы помогать преподавателями и учебными курсами. Значит, для нас важным является именно... То есть, чем это отличается вообще от того, что уже есть в ВУЗах, спрашивается. Ну, главный критерий здесь, это, во-первых, высокий уровень, там более высокая планка отбора, а, во-вторых, это преподаватели, которые реально пришли из индустрии, которые реально знают, чему учить, которые, собственно, готовы готовить не просто каких-то абстрактных студентов, а профессионалов, которые смогут вместе с ними решать какие-то задачи. Надо сказать, что у меня есть личный опыт участия в такой штуке. Еще когда я был студентом, у нас в МГУ была такая высшая компьютерная школа, которую организовал Воеводин, где люди с разных факультетов могли в течение двух лет дополнительно учиться. Объем там был достаточно большой, примерно 50% обычной учебной нагрузки на факультетах, то есть, там надо было вкалывать со страшной силой, при том, что халявы там не было, требования были гораздо серьезнее, чем на факультетах. Вот, это была хорошая школа, очень полезная. В каком-то смысле мы хотим это сейчас повторить на уже новых условиях, значит, в новом коллективе, с новыми преподавателями. Вот, ну понятно, что все это, конечно, на базе СПО, потому что лучшего СПО для образования ничего нет. Вот, ну, системное программирование и компьютерные науки идут, конечно, всегда вместе, потому что системное программирование, оно всегда наукоемкое, оно базируется на каких-то результатах компьютерных наук. Поэтому там будет преподаваться не только программирование, но также и некие аспекты математики, которые важны для программистов. Ну, там, в том числе дискретная математика, значит, основа высшей алгебры, основа вычислительной математики. там тоже будут поэтому если кто например хочет посотрудничать от компании или лично в качестве преподавателя то тоже приходите ко мне вот этот статус проекта таков что это уже не идея это уже конкретный проект вот и мы его обязательно сделаем вот но это собственно все чем я хотел поделиться на сегодня спасибо за внимание и значит заключение хочу пригласить на конференцию по подвесу пожаконов россия который пройдет 20 21 июня всего года спасибо спасибо вопросы есть так есть 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 туда а вот сейчас дадут добрый день а у меня вот вопрос про книжечку вы сказали что вы ее переводите а вот может я бы хотел поучаствовать в переводе а вы говорите сердце закрыты дело в том что уже как бы поздновато но мы можем обсудить это хорошо спасибо у меня такой вопрос есть вы предложили программу как замену к соку для российских студентов я правильно понял что абсолютно любой спо проект может участвовать или что-то допустим связанное только с постгрессом вот я не понял этот момент окей сейчас поясню окей сейчас поясню ну во первых это не совсем замену просто скажем так закрытие к сок а для нас послужило триггером чтобы сделать это самим вот потому что если к сок вернется пусть будет две программы собственно никакой проблемы нет вот отличие от к соку то что там это все вокруг гугла как одной из одной компании под чьим флагом это происходит у нас это не так мы не проводим это под флагом подвес про это проводится группой компании некоторые значит неформально объединившиеся вокруг этого проекта вот скорее всего там будет какая-то даже общественная организация в качестве оператора уже давно существующая привлечена вот соответственно тема тоже не ограничивается только подвесом тема ограничивается возможностями менторов которые будут компаниях которые вошли в проект то есть менторами могут быть только люди работающие в компаниях организующих этот проект правильно но строго говоря нет но большинстве случаев так потому что кроме ментора нужно еще чтобы кто-то выделил деньги на стипендию на по конкретному проекта вот нет такого требования что ментор был именно сотрудником компании так или иначе он должен эту компанию убедить какую-то из компаний участников должен убедить что она значит ну то есть у вас нет такой идеи что есть общий пул финансирования просто выбираются наиболее интересные проекты без привязки их полезности для конкретной компании здесь более адресный подход да то есть компания смотрит вот какой проект и интереснее поддержать да да в принципе так общего пулу финансирования поскольку финансирование не за счет какого-то стороннего источника как там был google например сок а или как теоретически может быть какой-нибудь грантовый фонд будущем сейчас такого нет поэтому общего пулу нет и компании не скидываются я вот такой фонд с организационно трудно сделать вот гораздо проще объединить их под некоторые идеи что вообще вот сама по себе идея поддержки студенческих проектов это хорошо и всем выгодно спасибо да есть вопрос там еще то я вижу как много уделяется написанию самого проекта но хорошо бы иметь возможность повышения квалификации текущих инженеров на производстве так как магистратура и студенты это проект в проекте ну так инженеру на производстве никто не мешает одновременно быть и студентом разве нет вот значит почему мы здесь почему программа адресована именно студентам а не инженером на производстве студенты это молодые люди которые еще не имеют как правило постоянного источника доходов которые нуждаются в поддержке которых мы собственно и поддерживаем мы здесь не учим его практически мы с ним работаем и мы его поддерживаем вот собственно инженеру который работает на производстве что мешает тоже заниматься своей опенсорной разработкой не получая стипендию обычно в сообществах если человек занимается интересные задачи и подает интересный патч на него тут же набрасывается куча бесплатных советчиков значит некоторые из них осмысленная помогает ему реально помогает ему сделать этот код лучше но соответственно чему-то научиться это так и происходит напишите хороший патч зашлите его список рассылки и к вам прибегут сразу десятки людей из них большинство скажем так и не девятки будут вас ругать но какие-то единицы они дадут вам осмысленный фидбэк и будут с вами вместе тянуть этот патч если он действительно интересный вот такой примерно ответ насчет инженеров вот повышать квалификации инженеры конечно могут но если речь идет о позже это мы для этого делаем все что можем а именно свободно предоставляем учебные материалы курсов повышения квалификации включая видео и все прочее вы можете пройти все наши по крайней мере курсы за экраном своего телевизора вот сдать экзамен убедиться что вы действительно прошли повышение квалификации скажите пожалуйста величина стипендии будет фиксирована или у разных компаний будет своя так сказать величина стипендия но это это одна из тем которые сейчас обсуждается как раз вот среди тех кто организовывает это вот по порядку величины она будет действительно близкой будет близкой к стипендии гугла который здесь обозначена вот это значит за весь проект имеется ввиду но там разных компаний есть разное мнение соответственно стипендии скорее всего будут разными у меня вопрос по инструменту разработчика я его уже спрашивал но тогда сказали что это может быть в будущем будет может быть есть уже какие-то подвижки не секрет что разработчики выбирают удобный реальный инструмент и поэтому например тот же mysql в оргбенч многие выбирают mysql только из-за mysql в оргбенч я в том числе кстати потому что это очень удобный инструмент именно прям связанный конкретно с базы данных будет что-то подобное все-таки в postgres потому что если будет вот нарисовал кнопку нажал она сразу генерировалась и полностью все вести полностью привязана именно к postgres именно postgres я думаю многие бы просто моментально перешли бы с mysql на postgres и я в том числе значит спасибо это конечно хорошая мысль и значит вещь несомненно полезная как неоднократно говорилось значит в postgres как в open-source продукте такой приставки к нему быть не может она может быть не приставкой а сама по себе но есть какие-то вещи которые помогают вести разработку с postgres например там dbier которым большинство сейчас наверное тех кто пишет SQL запросы в постgresовую базу пользуются какого-то более интегрированного другого средства пока что не разработано хотя нет но впрочем JetBrains тоже же делал SQL workbench например data grip у него был не workbench data grip у него был продукт значит например для того же вот так коллеги надо прекращать это в qr или да это наверное в qr или по теме у нас уже все время не осталось спасибо Иван за доклад следующий доклад спасибо спасибо спасибо